Загорелась. Да, слушайте, ну на встречу со звёздами надо приходить туда-то, в розовые кофточки. Может с тобой уже нас товарит. Итак, коллеги, давайте я открою, как голос за кадром. Итак, сегодня мы рассматриваем принцип построения карт, теоретическую базу, откуда вообще возникла идея делать подобные карты, которые мы будем представлять во второй части. И, соответственно, дальнейшие планы на следующей лаборатории провести рефлексию уже практического проекта жизненного, который представляет в том числе визуализацию стратегии региона. Всё, на этом я передаю слово Максиму Асосову. У меня тут сложная задача. С одной стороны принципы строения карт, а с другой стороны я хотел ещё свои всякие ввести идеи. Значит, первое, с чего я хотел начать, это как вообще появился проект, мне показалось в какой-то момент важным провести реабилитацию схем. Во-первых, как в сообществе, так и, собственно, в общественном таком дискурсе, есть ручка. Ну, берите, ещё раз. Реабилитация схем. Я, в общем, увидел в истории, что это не, так скажем, странная постановка вопроса. Потому что с чем сталкивается человек, который рисовал схемы в истории всегда, это с тем, что его объявляли сумасшедшими. По сути дела, первым таким сумасшедшим был монах Амбеций в Италии, который жил, когда он нарисовал сначала карту Европы в виде женщины, а затем он пробовал рисовать мироздание. Он объяснял свой вот этот позыв к рисованию схемы тем, что у него отсохла рука, и ему её облагородится, и именно отсохшей рукой он пробовал рисовать то, что ему являлось. Ну, соответственно, никто не сомневался в том, что он сдвинулся рассудком. Какое время? У меня это в фейсбуке есть. Не помню, к сожалению. 14, по-моему, в России. Не знаю, мы его сюда не выкладывали? Мы выкладывали выбор, я считала, а здесь его, по-моему, нет. Вот. Соответственно, мне казалось, что и Георгий Петрович, в первую очередь, Чедоровинский, сталкивался при публикации своих схем с широким общественным неприятием, связанным, прежде всего, с тем, что схемы необходимо читать и понимать, как они устроены. Соответственно, это какая-то внутренняя работа по пониманию. Проще, значит, не принимать такой способ экстерилизации, поэтому проще объявить сумасшедшим все попытки, значит, что-то зарисовать. Ну, вот, там, одной из крайних, например, к нашему времени истории является история про Дзержинского, который, значит, говорил о том, что многие думают, что если, значит, взять и нарисовать здесь кружочки, здесь стрелочки, то, собственно, процесс управления, организации, как бы, массами, он так и пойдет. Нет, конечно, он говорил, работа с массами, она строго индивидуальная, то есть мы должны к каждому подходить, и, в общем, как бы, это работа с людьми, с человеками, это не работа на листе с карандашом. Ну, можно, на самом деле, много всего вспомнить. В связи с этим, по визуализации, в том числе, запрет, например, в исламе на изображение, долгую историю с непринятием всякого рода изображений христианства, ну, такого, более современного к нам. Собственно, вот, как бы, вопрос о том, а что такое схема, откуда они взялись, и насколько они присутствуют вообще в истории, в философии, в науках, он меня заинтересовал, и я подумал, что его нужно будет выложить в каком-то отдельном виде, тем более, что, когда я начал этим интересоваться, к этому моменту уже вышла книга, Таймлайнс, да, такая она, Таймлайнс, в которой, в общем, было показано, что вот такие таймлайны берут свое начало из, собственно, изображений генеалогических, из изображений деревьев, после как родов человеческих, с изображений преемственности наук, с изображений, значит, на которых основана теория Дарвина и так далее. Это ты про книгу деревьев или про таймлайн? Про таймлайн. Про таймлайн. То есть к тому времени, вот, я увидел таймлайн, я подумал, что таймлайн – это вот одна из таких вот схем, которые надо научиться различать, отличать, например, от схемы Щегровицкого, отличать от других видов схем. Ну, что касается таймлайнов, у меня сейчас мысль о том, что есть по этому поводу, что таймлайн – это разновидность схемы развития, которую тоже, по сути, сделано, можно урисовать по-разному. Я еще в Фейсбуке у себя не выкладывал, но у Малиновского есть очень интересная презентация, в которой он, значит, рисует, как у вас можно изображать развитие. Он показывает стрелочки, значит, что развитие можно изображать вот так, развитие можно изображать вот так, развитие можно изображать вот так, ну, и там еще есть разные варианты. Он ссылается на Сорокина, хотя у Сорокина таких схем нет. Значит, и мы знаем, теперь у Менши есть, что развитие можно изображать вот так. То есть, когда следующее развитие берет начало в скажем цикле предыдущего развития то есть соответственно она можно снасти уже восемь да ну вот я такой тезис про реабилитацию схем скорее закончен можно задать вопрос то есть вот как бы идея с чего это все началось начиналось это была идея как бы начать реабилитации схемы с поиска схемы в истории да но это общее устремление поиски в истории прошлом на прошлое в нашем собрании мы все-таки как-то решались ну как бы определить концепт что мы будем называть схемы но в том смысле что без какого-то ответа на вопрос ну пред ответа на вопрос что это схема можно в школьном варианте ну то есть чтобы ммк схема и какие прототипы есть в истории можно в более широком ну рабочем но нам трудно будет что-то в истории схватывать в прошлом что-то схватывать но если это определенность не достигла это как бы первый вопрос но и второй вопрос может он дальше по развитию сюжета значит мы немножко школьной истории занимаемся сейчас реконструкция возникновения пространственных схем то есть карты но и обычно под картами понимается пространственные схемы а не временные но и в этом смысле но некоторые вопросы относительно того что дала сетка меркатора для мореплавания ну как то вот особенно у нас есть даже разработчик по этому поводу под названием ну конечно который это как-то реконструирует значит можете принять меня как заявку потому что сообществом которое занимается планировкой территории но разработкой генпланов это ну такое сообщество в которой не только архитектор и даже не столько архитектора мне даже если рабочее понятие карта схема ну то есть это карта на которой наложена схема действия у вас интересная версия но или может они позже возникли относительно того что ну как бы временизация является основой а не территория как ландшафт ну вот если говорить про это но это но по моей оценке все-таки разные схемы ну карты и линейки развития и линейки времени но и третье мне представляется что ваш тезис связаны с реконструкцией но относительно того что берега петрович не понимали эти его новое современнее года да но не это не точно то что я думаю что зависимости от того с каким профессиональным сообществом горгий петрович работы когда он работает с дизайнером ну там вообще но с инженерными сообществами где просто но сама схематизация чертеж и так дальше является именно базовым инструментом во во всех во всех но никакого противления ну само использование там монтажных схем для мышления и так дальше без сомнения не было и в этом смысле в некоторых сообществ кстати я думаю что у лингвистов тоже ну потому что работа статус университета но это тоже не вопрос наверное философ но то есть это с моей точки зрения должен быть уточнен регионально специфический тезис регионально социально регионально специфический тезис на тип того что философы не понимают хотя опять какие философы потому что те к философы которые логики но которые рисуют схемы сенсиловизма в этим занимаются чешто они не все понимается все многое много адвокаты не нужны не а делать так что с моей точки зрения политические тезисы историка политические они уже служат история про ампетция или про ампетция человек который ходил георгий петрович смеялся то есть он он написал ампетция в своей книжке понятно что он имел ввиду те кто рисует схемы не просто так вот я забыл фамилию достаточно известны и есть у него ссылка как он обычно пишет проще не разбираться проще сказать что это зал и в общем туда не лезть а вот поэтому я не считаю что я тут сделал нам зряшную себе мотивацию да то есть в любом случае вся эта работа она я говорю с чего началась задача по реабилитации я ее окутно вижу вот из своей позиции с того как я вижу это точно так же как например свое время я почувствую что необходимо реабилитацию например здесь спиральной динамики и на эти идеи на посмотреть с другой стороны и тогда стал дня для меня было необходимо например взять работы теоретиков систематиков американских которые никак не связаны с странной динамикой но в похожей логике рассуждают о культурных явлениях это мне кажется такие вещи периодически над дел потому что разные школы не принимают движение других школ каких идей других что я могу комментирует просьба вот эти мои даже не замечание на вопрос может форма ну первое воспринимать как вопрос и как направленная на внесение ну определенность но в том смысле что вы вы абсолютно правы но определенность ну как бы она помогла тем кто собирается работать но это самое в социальном лака локализации интеллектуально социальной локализации в том числе те те же кого репрессировали в тридцатые годы они вроде тоже в реабилитации не нуждаются пути познаем ну вот так как разобралась значит не менее все я все первое такое скорее на уточнение дефиниция схемы опять-таки упоминал что ну вот там христианство запрет на определенные типы изображения вообще изображение человека это все было запущено по своим каким-то внутренним отделом и я как достаточно разбирающийся воспустроение человек могу сказать что вот эти каноны изображения которые очень долго были до до 17 века ну скажем так до 14 средства вообще изображение существовало они тоже являются послезом и средств изображение как как часто к нам я сказал и сказала вообще не существовало светских от свечки вообще были исключительно религиозная то есть поддерживающие некое понимание там структуры мира то есть я это воспринимаю тоже по сути схемы нет почему ты вот данные как бы этапы визуализации скажем так ставишь в противоречии со схемы вообще или я неправильно ты говорил как раз вот про то что преследовали те кто думает схемно что это считалось как признаков безумие и всего прочего и как пример этого приводит что что схемы использовались но там вырастили визуализации духовных каких-то чего противопоставляют ты говоришь что вот есть схемы которые один человек придумал это плохо не схемы которые придуманы использовались для визуализации в философском аспекте до религиоз и это хорошо если то есть были схемы если они вот были в христианстве там например и этими схемами описывался как вообще как выглядит мир ну да то есть я сдавал некий канал изображения была в храме схема была в архитектуре храма схема была в самом религиозном есть мы сейчас когда-то привели на место искусства говорить просто его упомяну очень четкая схема была канонизирована вот в церковном изображении там несколько трансформируют зависимости от региона и всего прочего то есть не всякого сомнения схема как изображение мировоззрения да и не по типу мышления даже можно сказать она использовалась но при этом ты заявляешь что ну те схемы которые выходили я понял вопрос я имею ввиду все-таки под схемы схематичное изображение похоже больше на чертеж и не значит наверное неправильно так далеко можно уйти то есть значит по тем исследованием которые вот с которым я знакомился последнее время язык тоже является определенной схемы и строится последний структура языка скажем да значит поэтому по сути дела то есть под схемой ты подразумеваешь определенный вид визуализации я да конечно я подразумеваю под схемы определенный вид рисования скорее плоского какого-то рисования и по сути дело начинающего с определенного времени то есть вот например я бы брал все-таки время появления схем где-то от лули который жил в то время когда появилась схема вернее так начала распространяться схема вот это вот порфирия порфириус которая одновременно иллюстрирует логику платона то есть вот это дерево порфирия и одновременно есть в кабале хотя например там можно же говорить что любое изображение являются схемы там и и эти самые неандертальцы которые 40 тысяч лет назад рисовали в испанских пещерах мамонтов и человечков они тоже рисовали схему ну так это очень спорно нет ну я так ну в смысле я предположить можно начиная сила говорю что схемы это примерно вот с этого места в языке она сначала проговариваются иллюстрацию этого я привожу при как пример этого я привожу то что в библии описание значит кто был чей сын кого родил кто очень и так далее там занимает достаточно много страниц а изображение этого рассказа впервые появляются в кратком в краткой схеме всего лишь несколько колен в архитектуре в соборе 10 века то есть вот рисует гениалом то есть это получается что тысячу лет схему существует как рассказ вот схемы которые историческую а ведь все по сути дела колено которые там изложены то есть вся эта история только водил причем с ответвлениями в каран еще есть линии которую пророк мухаммеда она вообще по моему появляется в двадцать первом веке прям буквально может быть 10 лет назад кто-то взялся значит и имеет современные средства уже дизайна рисовать карандашом на миллиметровки переписывал изменения а взял в компьютере в общем по сути дела у меня комментарий обратите внимание какое-то функциональное задание с ну например схема это то на основании чего мы можем организовать действие она дает возможность опознать наскальные рисунки если по этим схемам готовились к охоте по этим рисунком готовились к охоте по это с кем но и в этом смысле не морфологический план первички и абсолютно все равно вот там вот букет дизайн и рима это если концептуальная функция и в этом смысле некое желание ну как бы функционально карта или в языке функционально что значит схемы ну как бы или в культуре схема возникает только тогда когда у нас есть канон когда есть институт который должен закрепить некий тип действия тогда появляется схема ну тогда вот схема это по функции то что закрепляет канон ну потому что канон все время вспоминается поэтому богу но например например я понимаю и это не за тем чтобы достаточно понятно почему зачем вы это спрашиваете да и это не за тем чтобы вас остановить а затем чтобы сделать на доли определенные я думаю что исследование то которое мы делаем должны сделать находится на том этапе который как на котором пока нет смысла отграничивать ну так скажем привычные какие-то рамки понять то есть мне мне достаточно тяжело глядя например вот на такой как это называется не знаю рисунок в котором здесь наверное представлены различные компании которые занимаются ну например маркетинг значит не сказать эту схему или нет в нашем интуитивно я чувствую что это может быть схема потому что она помогает действовать да то есть не является средством для чего-либо более того вот стоит в той как бы трактовки которые мы используем то что превращен является средством для превращения данных по определенным правилам визуализации схема такое представление когда вы нарисуем треугольник что есть некая схема значит вот у нас есть данные и визуализации схема является средством для превращения одного в друга вот это вполне себе да схема или допустим схемы метро но но то ли я имею ввиду когда значит хочу выделить особый набор схем который привел к появлению например схемы маследеятельности я ищу вот в результате вот такого построения предков схемы маследеятельности я хочу понять откуда она взялась значит кто ее рисовал дом кто ее проговаривал дом и какие у них появились родки нити в двадцатом веке наверное я не смог ответить да но по сути дела не считаю что это преждевременный пока вопрос что есть то есть эта схема для меня это всегда какие-то художественные попытки рисования интеллигибельных объектов то есть это вот такие акты творчества которые должны превратить такие ощущения того чего нет в действительности должны быть лично общий стол для того чтобы на этом столе скристаллизировать сформировать мышление если это исследование ну то есть в этом смысле мы сейчас не делаем схем ну вот если понятно что должна быть гипотеза но и статус этого утверждения это статус гипотеза если это исследование посвящено того чтобы искать предков но или про то образцы про то я схема наследием не принести то тогда первым шагом должно быть какое-то изъяснение схема наследием не как она есть ну вот она так есть это известняем георгий петрович соответствующих статьях это самое а как ну как бы что может оказаться в предшествии ну как то так правильно я понимаю что следующий такт ваша работа это будет изъяснение схемы наследиемости но в этой перспективе ну нет может быть эта работа уже проведена и осталось за кадром и за рамками моего вот то есть или допустим она как я думаю делом петром георгиевич но тогда вы должны зафиксировать что вы оттуда выделить из пятидесяти двух каждая по сорок ну на то есть если они что оттуда что-то выделяю и читаю это как свой курс системный подход деятельность и рассказываю правительским за ну наверное мы совершенно точно права но это за рамками сегодняшние доклады тогда сегодняшний доклад принципе построение карты значит фейсбуке это называлось подходы к реализации но видимо да так тоже можно историческая реконструкция форм методов ну то есть по сути дела когда вот у меня спрашивает совершенно справедливо можно не считать схему там то что сделано в камне конечно можно то что сделано вот как здесь прототипе из ниток и булавок тоже можно можно ли сделать на пластилиных человечек сто процентов в анимации совершенно точно на людях да пока я соответственно я думаю что вот эти штуки они все разойдутся можно красоты дела но более точно сформулировать то есть мы определяем схему как определенный тип рисования да вот а сейчас начинаешь говорить что это нитки и все прочее я понимаю можно это как-то вот более сконцентрирует что мы уже дальше собой если и не решили понимаешь ты скажешь потому что я живу в определении потому что определение они еще и создают пределы ладно скажи как ты понимаешь нет 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 я сглашу не обязательно так результатом такой работа вот такой работой я выведен значит книгу схемы геннесс то есть вот все что мы здесь видим это развитие схем от чего она зависит она зависит в том числе от появления различных инструментов для рисования какие-то схемы невозможно было бы выразить я думаю на крифельной доске во первых потому что мысль настолько быстро чтобы царапывать ее требуется слишком больших мышечных усилий я думаю что некоторые схемы невозможно было нарисовать и пером и даже шариковые ручкой на в общем на той бумаге которая выпускалась в 20 веке и какие-то схемы вот стало очень легко и просто рисовать только потому что появились вот такие большие листы бумаги буквально несколько лет назад появилась возможность красить стены специальной краской и рисовать на них простыми фломастерами и тогда движение руки движение мысли практически сливаются между собой и рисовать становится очень легко и доступно практически все вот я я думаю во первых что такой как бы ренессанс и не как возрождение как квинтэссенция визуализация она появляется только в связи с тем что у нас появились современные средства для того чтобы практиковать что мы должны делать сегодня сегодня но мы сегодня книжку это напишем так что мы сегодня должны сделать до причем мы должны дойти это связано от этого зависит но как бы наши вопросы как мы куда мы все вместе сегодня должны до двигаться значит я себе ставил такую задачу показать вам что у нас в этом году есть тема схематизации на школе бьём или и сегодня мы должны сформулировать с чем наша группа может выйти на школу бьём или в теме схематизации окей у меня пока нету ответа на этот вопрос с чем но то что группа не может остаться в стороне от этого на мой взгляд это в очередь потому что группа которая занимается схематизации визуализации должна там по сути дела задать кто значит ну вот эту вот работу я увидел как схемы кинез да значит ну и продолжу там еще пару своих тезисов с одной стороны отвечу на какие-то вопросы которые здесь прозвучали либо явно либо так скрыто с другой стороны в общем группа судил просто продолжу свои изложения то есть так как я уже говорил о том что на мой взгляд схема это попытка изобразить на плоскость средствами изображения интелегибельный объект то конечно нам очень важна линия по по сути дела происхождение и развитие мэппинга или картирования которое происходит по изображению пространства я к схеме конечно мыследеятельности отношусь так как попытки изображения деятельности которые неуловим и не изображаем точно да а вы нашли материал школы делать язык что-то давно я не нашла значит то во время этой школы для лекции и каждая автор лекции лекции были проделать каждый автор лекции в конце рисовал свою версию схема мыследеятельности просто имейте ввиду что как минимум 7 разных схема мыслей де разных зарисовок схема мыслей деятельности мы получили еще тогда 2000 соответственно это сам поэтому если вы хотите как-то это тоже но это интересно да интересует но кроме этого я считаю что значит я об этом писал в группе технологии мышления что схема наследеятельность так или иначе перерисовывали японцы и седжиры на нато и такие шипики лучше по-моему значит это своей книге но они давали свою версию каким-то образом пытался не и различные элементы мы видим в работах фина который занимается образованием известно вылится из головы тоже ученых которые известны я я собираюсь конечно об этом сделать доклад на следующий впечатление какие есть родственники схем кружка назад но вот обратите внимание я хочу вернуться к методам когда мы проводим в деятельностную игру по теме делать из и каждый автор дает свою версию делать связи ну как делать там были те кто делают язык делая азбуки но вьетнамского языка сделали специалисты советского союза но и несколько языков мы в этом смысле сделать но или там галина Алексеевна Давыдова но специалист по ну как бы сложно коммуникации сначала трактует язык а потом рисует в соответствии со своей трактовкой языкового мышления но языка и мышление в соответствии со своей трактовкой рисуешь схема мыследеятельности так же как товарищ малиновский посмотрите очень интересная схема мыследеятельности была у владимир никитин нашего филобольного человека и архитектора мы можем контролировать ну как бы как они выходят из канона схема ну из принципиальной схемы мыследеятельности через ну как бы разворачивание вот этой действительности делать язык а как вы или по а в честь чего вы как вы можете утверждать что какие то японцы если они если вы не восстановили их отношения например языковому мышлению вообще делают схему ну то есть вот вот но или фильм фильм который прообразовали чем это не иллюстрация но то есть обратите внимание я за то чтобы вы сделали вы им отказываете в смысле в попытках рисование этой схемы или же не смотри на сервере все издание 52 года то есть у них совершенно четкие представления ну по сути дела педагогики я бы сказал о том как обучение о том как люди находятся в коммуникации друг с другом хотя нет выводки не про коммуникацию поэтому они все выпадают из кибернетической линии когда мне надо сейчас доказывать я просто сообщаю что ну как бы фейсбук и современная но лучше вконтакте современная покойка ассоциативно она все совсем может ну так ну хорошо да ну я знаю про смартфон на различную новую степень и что они как раз каждую вы разобрали относительно того какой подход на основании чего да какой подход привел появлению такой схема ну вот у товарищи японцы чем этот подход схематизация отличается но и всход с подходом языкового мышления происходящее из этого языкографических чего-то супа могут так конечно же для меня снова здесь не очень подходят то есть какие представления любви в основе я бы так сказал схема или сметизации схемы ну смотрите с удовольствием в будущем доклада на считаю что если вот это эффективно но не те больше разговаривали они не просто схему они еще подписывают описывают в языке ну там с поправками на то что английский язык они написаны вещи которые можно перевести цитатами из чедра это да это школы среди тех кто рисует мистер не среди тех кто говорит описывает а среди тех кто уже сделал этот шаг и начал рисовать начал схематизировать не только рисовать и начал схематизировать поэтому я много стараюсь не проходить мимо тех кто рисует тем но среди философов среди специалистов по теории системы студии педагогов там есть достаточно интересные схемы есть достаточно такие пустые то есть и как я сейчас определяю что схема пустая или мне что то есть я не могу пока то есть пока это интуитивно вот например есть вот работу вот такого вот дизайна вот он нарисовал для него это но по сути дело художественный взгляд на то как устроен мир вера леонидовна мне пишет а кто это такой очень похожи на то что мы делали в кружке разношем дизайне просто ну так решил соединить у него внутренние ощущения он так видит да можно здесь сказать на деятельности видит мир то есть там я могу продолжить значит ты я говорю что в к можно посмотреть развивались к про ландшафт это пространство и посмотреть как например на той же линейке времени развивались ну может тоже назвать карту потому что ну там мы же говорим чат таблицы как как мы скажем рисунок карта мапа значит график это не важно важно содержание которое будет за этим стоять и вот есть графики которые например показывают как люди рисовали мне графика как когда они начали рисовать кто нарисовал первых кто первый нарисовал такой таймлайн и таймлайны вообще были как они были вертикальные сверху вниз и как они были вертикальные снизу как как люди считали что время идет назад как люди рисовали как время идет вперед а потом происходит некая стандартизация и общее употребительным является вот такая форма рисования хайл сайт того что уходит в прошлое мне кажется это важно то есть да вот вот так вот решили рисовать время теперь когда мы получили представление времени и о том чем это время наполнено у контракте то есть о том что время содержание времени какие-то линии там развиваются волнами разными и вот те представления которые есть у меньше вот мы в итоге имеем там пару десятков наверное сейчас таймлайна в которых история передана волнами ищутся зависимости и связи между какими-то событиями изобретениями культурными событиями когда есть эти придется например я прошел заду брюсселе был и там это просто история я так понимаю брюссель вот они здесь поделили свою историю брюссель на две части и сказали вот в нижней части у нас культурные события а верхней части события исторические у нас такая история и гостям города и живущим в нем горожанам становится более понятно каком времени они живут откуда они родом с чем они связаны корнями культурные агентами если все это издать в виде стоит на каком-нибудь манускрипте было бы лучше хотя маленького ну я думаю что у нас это будет дело форма ну пока это вот так так бесплатно и тоже выполняет у меня и вопросы пожелать до чего мы сегодня должны дойти спасибо это дано тоже было высказано не мы сегодня не подготовим выступление на школе в августе нет меня немножко другую сторону то вот если правильно понимаете больше про форму говоришь с самого начала про форму рисования и сейчас про некую форму положения видов гипотез скажем таймлайн вот но мне хотелось бы но немножко вверх выйти то есть зачем это делать с окончательно получается если мы берем некую линейку времени вот эта линейка времени должны подразумевать некую гипотезу уже изначально зачем вообще класть на линейку времени ничего ну для того чтобы послушать стала прокинуть будучи как-то то есть поймать там сегодняшний хорошие линейки уже продолжать я думаю что это другая форма сборки но того что можно назвать знание это другая форма сборки знаний то есть вот когда встал вопрос о том а как собирать знания были собраны в виде какой-то истории а потом когда встал вопрос как собирать знания которых стало больше их решили собрать по алфавиту а сейчас я думаю у нас есть возможность собрать знания не по алфавиту а выстроить связь на большом листе и показать как они связаны между собой то есть где это другая форма энциклопедии это другая универсальная наука или там универсальный предмет сказать а вот было все а вот в истории мир было все вот так и только значит не два флипчатами там все все подробно описано то есть ну вот карта наук это вот ну вот я сейчас я сейчас говорю карта наук это новый способ ты передачи знаний это другая форма вот так я и хотелось отключение что-то меня опять про форму я про гипотезы которые они повернут так вот посмотрят этой форме даже а гипотеза активно за дальше какие угодно то есть когда ты смотришь на карту мира ты не можешь меня спросить если я тебе принес карту меня здесь мне не можешь сказать какая гипотеза у меня бежал в основе здесь это все давно как земля круглая послушать значит здесь я поздравляю что гипотеза здесь уже такая что дальше по этой карте можно достраивать любой марку мы можем видеть что земля так и раньше что можно видеть что земля круглая это ты функционал опять идешь вот если тем же картам опеллировать тоже доклад в школе да это вот порту надо вот это то есть вот как по теме объективизации сначала была карта в виде побережья это вот побережье то есть как мы пройдем поэтому побережь то есть я вот сейчас говорю о том что мы знаем в истории какие-то схемы ну вот ходили книжки читали видели мысли видели значит какие-то заливы вот мы их изложим вот на этом порту а это вот и зачем гипотеза ну нету у моряка который описывает как устроен ландшафт когда у есть гипотеза там что пространство измеряется так то что тут есть изгиб что есть какие-то временные ограничения пространство это все гипотеза на основе которую делается визуализация и потом используют как инструмент но ты будешь вот какую гипотезу положил мне нету пока никакой гипотезы я считаю что ну может быть это гипотеза что вот люди сначально сначала пытались описать пространство потом пытались описать время придумали для них схемы инструменты потом ну вот так же ну потому что сейчас уже есть гугл-карта для значит деятельности карты нет я не метафизик я в общем что вижу только вот я и говорю метафизик это петь что вижу нет это певец ок и на к на это самое ну давайте с пример например да давайте мы специально проводили игру онтологического но и например группа теологов у нас специально в отдела четыре типа бревна в четыре категоризации одно время как бесконечность люминеската ну как вы рисуете как за гопорской личности второе это время автор это творчество создание но и в этом смысле если говорить про схему развития это скорее время акта потому что оно разделяет и равномерное отмеренное но время которое породили только изобретение часов или науки в связи с этим но это равномерные участки отрезки времени в которых что-то размещается но собственно это науки нового времени и так дальше ну потому что все остальные варианты что в это время поместить равномерно ну или там сжатое но все равно на одной линейке находящихся это чисто конкретно зависит от типа туризма ну потому что если бы это был развлекательный туризм то здесь бы был диснелэнд и сколько стоит там это самого сверху да снизу бы были туалеты общественные быстрое питание что кладем ну да а при стаде вот есть данное это самое поэтому примете вот и это ну это пример да понятно как делаться вот эти инструменты в зависимости от того какого туриста хочешь куда-то сопроводить вот так что кстати совсем другую схему нарисован нарисовал в код да винчи ну схема действия парень у совсем другую нарисовал автор ну понятно вот не так я понимаю да там сюжетом стальной с прорывом клюминискату может быть бла-бла-бла поэтому понимаете когда вот вы сразу говорите что вот стали все откладывать ну понимаете например те кто практикуют креатив ну или процессы развития они не могут вот на вот эти вот откладывать ну это никто покажу не я так понимаю еще вопросы которые были утверждения которые я слышу но относительно то не начал откладывать почему вот оно пошло вот вы опять я говорю пока особо никто не откладывается да линейки в риме схема пока пока кстати пока меня возле на внутри о жизни как прототип я тоже нарисовал но смысле написал но тогда мы мне должны сказать как этот прототип зашить схеме уследительности я не против древо жизни хороший прототип ну в смысле мало все сказать как он зашит общая задача которые я с вами разделяю стоит в том чтобы восстановить вот эти вот прото практики для схема уследительности как школьную задачу я это разделяю а дальше пьете у меня что получится что древо жизни да это хорошо это древнее так же как и пентакарте пентакантеры товарища петрова и этот самый который рисовал фауст ну как бы это ну да ну почему бы не гонялись вот так чтобы черный песня не забежал вы меня сбили сейчас скажите в чем был вопрос или возражение или замечать баба это возражение это невозможно если мы предполагаем предполагаем что есть некие мыслительные сущности ну например такая сложная сущность как категория времени да или другая сложная сущность горе пространства и даже вернемся ну как бы на две недели назад относительно того что может быть декарт когда он прорисовывать эти плоскости в декартовой системе кардинал скорее работал с тем чтобы ответить на вопрос как задавать пространство но потому что плоскость есть математическая версия пространство мы куда делим товарищи могу купить сложно не произносить но вы же с него начинали и так есть вы его вынули из середины если вы утверждаете что есть некоторое но культурные или мыслительные ну как бы категоризации базы но например время или разница и есть разные инструменты схватывания удержания и так чтобы потом можно было оперировать то то что вы нам ну как очевидно ну типа сейчас мы вам это да это всего лишь одна категоризация времени очень ограничено чтобы сделать схему времени не пока такой попытки нет для нас для меня я не знаю как для анны вот эта схема является но не схема этот таймлайн является попыткой зарисовать историю схем в их развитии то есть отсюда ну как бы из чего вот начинал вот этот третий месяц сюда карты то есть история как ну может быть не настолько подробно ему на одном так чтобы можно было увидеть как происходило детализация в пространстве ну в понимании пространства то есть сначала ну вы знаете это карта а максимандра которая делила мир на европу азию и ливию а в центре иерусалима или там была максимандра это греция еще какой-то порт причем ее нету в графическом изображении непонятно вообще а максимандра и рисовала может и на песке только рисовать палочками пусть она осталась как текст ее рисуют гораздо позже это в принципе в этом есть один из моих тезис то что схема сначала существует как текст а потом через несколько поколений она только может появиться как зарисовка а потом что происходит карта максимандра а дальше нам ловик рассказывает а дальше начинаются портуланы уточняются границы а потом рисуются в виде женщина она к примеру европа я посмотрела сейчас серию работы господина коричник там новая какая-то не я первый раз смогла посмотреть под названием язычество а язычество обратите внимание это от слова язык и честности и чего еще остановилась мы сейчас выйдем вы увидите что там ну как бы сложные сложная схема и везде но такое животворство в смысле и женщина сиська и везде и сиськи везде так это не язык а это не язык все язычество и поэтому когда вы говорите что а потом вместо карты рисунки можно добавить сиськами с языком ну я не помню там она сиськами или нет ну так они ее в виде розырисуют это вырежьте это же такой очень примитивный такой взгляд на коричниковое пространство ну понятно взгляд на пространство из белого как как запомнить вообще как это деталь не все это деталь как запомнить как усвоено пространство сердце в праве голова в испании юбка в россии как создать у себя визуальный мнемонический образ визуализация она в том числе связана с тем что чтобы запомнить иначе она не нужна была а если не запоминать тогда все идет по кругу тогда возвращаемся к первому изображению вообще устройство мира мандали и видим как он устроен как колесо одно и то же все время и только когда мы находим инструмент позволяющий фиксировать сложность комплекте в каком-то таком виде ну или могу сказать удобным для усвоения минимально удобно варим для переварить то тогда происходит какой-то правиль вот соответственно схем времени схемы пространства карты будущего у нас есть несколько примеров как устроены карты будущего а дальше то что щитровицкий описывает как четыре плана системы то есть организационную структуру как рисуют организационную структуру вот у нас есть там несколько примеров мы нашли в истории первых организационных структур то рисовок вон там на джерезнодорожная по-моему одна из первых очень красивая как-то как-то они ближе с как он начинает рисовать это не схемы еще структуру это он рисует филиальную сеть железных дорог со всеми подчинениями в соединенных штатах 1852 год и делают ссылку что он рисует ее как цветок вербы потому что цветок вербы это много вот этих соцветий с этими самыми с кружочками украины то есть они берут природный материал и чертежная дорога природный материал материал из природы не надо с кем же схемы самолета может как с кем стоит даже аналогия какая-то и по аналогии рисуют а дальше значит мы можем тоже кстати на дарвину проследить то что максимандра получается география он дарвин рисует примитивную схему эволюции вот а за тобой ему 30 лет требуется для того чтобы изложить теорию революции которую эволюции которую он рисует в той схеме то есть схема она вот для него упрощенная какую-то понимать того как устроен мир а дальше он по схеме воспроизводит какой-то детальный вот детальное содержание доставить до раз хотела сдать что у нас осталось 15 минут на удивление поэтому если у тебя есть еще что-то резюме и последние мысли которую я хотел высказать это собственно практика из которой вся эта работа взялась это моя собственная практика по экстериализации вот эти вот интеллигибельных представлений в компаниях то есть когда я провожу игр в компаниях я прошу людей нарисовать значит либо страну либо предприятия либо историю их предприятия либо историю страны и это всегда ну по сути дела достаточно сложный для описания объект который не имеет стандартизированной формы выражения и люди рисуют очень по-разному и вообще мне это вся история появление схем было нужно для того чтобы опять-таки реабилитировать и оправдать их собственные взгляды на предприятие на историю и на будущем они рисуют очень по-разному но по сути дела имея вот такой материал можно понять что они на каком уровне когда представление о своем о своей работе они находятся когда они рисуют как не знаю в 16 веке цветок то я понимаю что они ничего про свое предприятие не знаю или когда они рисуют как анастас я понимаю где они находятся ну и собственно здесь в связи с этим у меня есть например отдельные здесь линии моего интереса способом рисования организации то как организация описывается теория организации тоже в том числе различные рисунка ну то есть вот все все это имеет достаточно прикладной характер это все по сути дела важно для применения в таких коллективах которые заняты общей деятельностью такие схемы должны помочь соорганизоваться и выстроить общий план работы то есть ну я вот тут поговорю про четыре плана структурный план план процессов функциональный план план материалов превращение план этой системы все хорошо давайте я объявляю 5 минутный перерыв на взять десерт давайте давайте что-нибудь заказать давайте давайте что-нибудь 10 минут чтобы возьмите что-нибудь я сам обалдану пока Ну, конечно, это все. Зараз. Значит, фонд первая. Ну, я, ну, вот в своем движении, это означает понимание вас, уважаемые друзья. Ну, наставим она на том, чтобы были поставлены предели. Ну, относительно рабочего понятия схемы. Значит, моя версия, ну, не знаю, насколько она была близка к классической, потому что мы еще конференции по схематизации проводили и так больше. Значит, я опираюсь на короткое рабочее понятие, которое давал Никита Грибович Алексеев в курсе лекции «Введение методологии». Мы скоро издадим, и он тоже подойдет. Он сообщал, что схема от греческого упражнения, ну, схема, это означает, что схемники такие же, а именно схема – это хорошо отрепетированное действие. Ну, и в этом смысле специфика методологической схематизации состоит в том, что поскольку мы практикуем мыследеятельность, то особенность наших схем, ну, в отличие от схемы прически, состоит в том, что мы в своих схемах, мы репетируем, мы практикуем, мы должны изображать в схемах, ну, вот это сложное мышление как действие. Ну, или мышление как деятельность, вот это самое. Ну, то есть наша схематизация, она просто на очень… Ну, вот на другом материале, чем действия архитектора, строителя, рудокопа, ну, там тоже есть схемы, но они другие, ну, то есть они… Ну, я так, ну, не понял, чем другие, потому что вот там вот есть, например, про архитекты, как он рисует схемы, примерно так же, как вы говорите. Значит, вы что-то не проговариваете… Значит, специально товарищ Воловик на этой игре, ну, как бы специально на эту самую границу между мышлением и схематизацией действиями в истории архитектуры как-то пытался это самое. Во всяком случае, и это, ну, как бы такая область, ну, регионально специфическая, как производить схематизацию, которая бы захватывала и план действия, и план мышления внутри действия или поверх действия и так дальше. Значит, и это, если мы выводим схематизацию, ну, как бы вот из этого начала. Поэтому мне понятно, когда Анна указывает на канон, ну, потому что канон – это введённая определённость действия. И как понятно, что если канон, то нужно схематизация там, да, будет, должно быть. Ну, потому что действие нужно зачем-то закреплять. Значит, три функции схемы в прошлый раз, ну, так, как это обсудили. И есть и другой вариант. Ну, с моей точки зрения, вы и по нему не движетесь. Для меня он есть. Да? И это действительно Олег Семёнович Выгодский, ну, который, значит, утверждал, что есть первичные функции, есть культурные орудия, ну, или культурно-исторические орудия, которые трансформируют, ну, первичную функцию на это самое. Тогда, если мы утверждаем, что схемы – это и есть культурно-исторические орудия, ну, которые трансформируют способность к действию, или трансформируют, ну, в это сути, не первичные функции, типа память, но, может быть, и мышление, потому что мышление у него тоже есть работа. Тогда нужно как-то указать, в чём специфичность этих самых схем, как культурных орудий. Ну, в том смысле, или сказать, что все культурные орудия – это схемы. Тогда что это значит? И в чём тогда специфика методологических схем, как культурных орудий? Ну, например, методологические схемы, как культурные орудия, они никогда не пользуются категорией времени как равномерных отрезков, а используют категорию времени как время акта, как время развития. Как время для рефлексии? Ну, не всё равно, какую спецификацию вы внесёте, но какую-то спецификацию нужно внести, как в смысле того, что эти культурные орудия позволяют делать коллективам людей, людям, ну, или там, в разделении труда, и эти специфические культурные орудия. Тогда мы как-то сможем уже вот то, на что вы указываете, ну, удерживать. Ну, и третье – это три функции схем. Это уже функции самих схем. Это самое. Мы обсуждали в прошлый раз. Ну, и четвёртое, поскольку вы время от времени говорите, что это как-то с языком связано и так дальше, я думаю, что вообще-то нужно обратиться к игре и делать язык. Ну, и в этом смысле как-то... Ну, это на большое будущее. Как-то сообщить. А мы когда вот всё-таки визуальное мышление, да, мы вторично визуализируем языковое мышление. Ну, вот есть схемы в языковом мышлении. И мы визуализируем эти схемы в языковом мышлении, потому что народ уже читать не может, и даже говорить не может. Может, только пиалец. Да, может, только пиалец. Я же о чём? О том, что... Или, значит, или... Мы первично видим схему, а словами её не выражают. Нет, смотрите, или... Итак, это вот есть языковое мышление первичное. Да, и вся исследовательская программа Московского методологического кружка. Или... У нас есть мышление, которое один раз прокатегоризует и проходит через язык, и по-другому категоризует и проходит через... Ну, вот прочее. Ну, чувственность в общем смысле. Это самое. Здесь у нас опыт. Ну, то есть и по-другому предметизирует и порождает опыт. Визуальный в том числе, тактильный, так же, как визуальный, любой другой. Ну, это самое. Ну, как-то вот эта альтернатива, ну, некая такая, она, может, ложная. Ну, почему? Её надо обсуждать, но пока... Ну, может, я так и сразу... Не поразил. Точка. Да, да. Я решила коротко. Сразу вот с этого места, сразу и продолжу. Хотелось другого тезиса начать. Ну, вот очень хорошо. Наведительное, пожалуйста. Племярное. Наведённое на двоих, конечно. Да. Я сегодня взяла побольше ракурсов. Вот. То есть, это даже не в качестве комментария к тому, что сказала. Вот сейчас я хочу зафиксировать принципальные различия. Ну, поскольку, если дальше будет вместе двигаться, ну, хотя бы понимать нужно и того, или как-то решать, или от них работать. То есть, что касается вот как раз разделения языкового выражения и, там, допустим, ну, назовём пока визуального или схемного, сложно тут разделять в этом контексте. Я прям вот цитату сейчас приведу, зачитаю. Существование разрыва между законами действующими и, ну, гэпом, то, что описывается существующими знаниями, несложно фиксироваться в языке. И вопрос, чем оперировать в момент описания неизвестного? «Существующие знаки соотносятся к существующему знанию. Для создания промежуточного звена сенсуализация представлений позволяет вносить изменения в представление, не трогая знания». То есть, исходя из этого, я и пытаюсь развивать вот какое-то визуальное мышление, как некое средство оперирования, не включающиеся в знание в момент разрыва. Вот, то есть, это первый момент, и поэтому вот это разделение между языковым и, допустим, визуальным схемам, одно для меня принципиальным. То есть, то, что ты говоришь, что схема всегда, там, первоначально описывается языком, и потом бла-бла-бла-бла, становится каким-то визуальным понятием, ну, вот в эту мою концепцию не приходит никак и прямо и противоречит. Ну, тогда нет смысла визуализировать вообще. То есть, вот как ты говорил, тогда визуализация может быть любой. Ну, любой она может быть. Не понимаю. Ну, принципиально. То есть, если что-то уже схематизировано в языке, как мы это будем выражать? Выражено в языке. Выражено в языке. Как это мы будем, допустим, переводить на другие языки, в том числе и визуально, уже не принципиально. Ну, прямой корреляции нет. Ну, а в чем проблема? Ни в чем не проблема. Я просто фиксирую расхождение. А почему расхождение? Ну, то есть, ты схему можешь словами описать? Я могу схему словами описать. Ну, почему, ну, соответственно, почему нельзя нарисовать то, что описано словами? Можно нарисовать. Я все равно тогда как. Тогда все равно хорошо как-нибудь. Ну, конечно, все равно. находится в зазоре между языково-выразимым ну и интуитивно другим и еще нет языковых выражений для этого. Ну, и там нужно визуальное мышление. Да, да, совершенно. Я так и поняла. Да, 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 да. Визуальное мышление нужно только там, где существует трагический разум. То есть можно только нарисовать. Понять, типа... Конечно, потом вы опишите, это, потом вы опишите это, ваши потомки еще опишут. Ну, да, 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 может быть. Ну, опишите. Но в собственном смысле схема вот на этом разрыве порождается. На отсутствие адекватного разнагога. Я бы согласился, ну, потому что это мне и самому близко. Я просто хочу сказать, что нет никакого разрыва. Там есть бесконечное время. Подожди, минуточку. Я фиксирую сейчас разрыв в нашем понимании деятельности. Нет, нет, нет никакого. У меня есть. Но смотри, он... Если я свой разрыв фиксирую... Это вы, слушайте, не дайте зафиксирую. Что, вы, слушайте. Это не для меня разрыв. Я с тобой согласен. Хорошо. То есть если не разрыв, прекрасно. Просто я фиксирую, что у меня он есть. Это достаточно. И второе, что, может быть, для тебя тоже не разрыв, но для меня некое противоречие. То есть насчет того, что вот эти данные тщательно собраны. Так как ты не любишь это слово информацию, ну, некий вот порядок придумывания выражения визуальных языков, я не уверена, что их нужно класть на таймлайн, и не уверена, что их нужно класть на таймлайн в этой форме. Я объясню почему. Потому что, и кладя вот это все на таймлайн, мы уже фиксированно задаем некое представление о времени. То есть, во-первых, зачем? То есть, ну, когда мы начинаем формулировать, что такое время, мы под него же тут же вложиться некая гипотеза, что вот время таково, оно вот измеряется так-то, да? А ты сам говоришь, что гипотезы, ну, как-то, ну, нет, нет. То есть это тоже я апеллирую скорее к Лебницу, чем к своим каким-то пониманиям, которые вот, я тоже тут цитату, у меня много тезисов выписано, не структурированных, правильно. Что определение времени, некая-то конкуренция разных представлений о мире. То есть это онтологическое понятие. То есть, ну, вот, если мы делаем так, где база? То есть вот то, что я тебя просила, фокусировала. То есть тогда нужно именно формулировать онтологию, по какому принципу оно ложится так, что из этого получается. Потому что дальше можно сказать, что история, конечно, хорошо, но изучать ее просто так, без попытки схватить, как же она будет развиваться дальше в этой онтологии, тоже достаточно бессмысленно. То есть я могу целиком цитатуру читать, если тоже кассирую будет апелляция. История обладает только тот, кто... Это переводило, поэтому кривовато. Кто делает и действует, выходя в будущее, определяет его своей волей. Историческое сознание покоится на взаимодействии способностей деяний и воображения. Ему требуется ясность и уверенность, в которой я способна представить образ будущего бытия и направить к нему свои деяния. Ну вот, как бы, если не схватываясь это в таймлайне, то есть если нет такой цели посмотреть, как оно будет развиваться, какие-то тенденции определить, то вот опять зачем? Это не вопрос, это тоже фиксация. Вы знаете, вот посмотрев на вот это, я тоже хотела бы сказать, что это скорее заготовки к периодической системе Менделеева. Ну вот, да. Ну то есть к типологически структурной, а не некой истории, ну в смысле не таймлайн. Просто имейте виду, что вы мне сегодня больше... Ну напомнили вот такого алхимика Менделеева до создания периодической системы Менделеева. Ну потому... До создания периодической системы. Да? До создания периодической системы. Потому что, обратите внимание, ну мы пока туда даже не двигались, может оказаться, что вот те, ну элементы, но они еще не элементы, они еще эти самые, ну вещества, которые... Заготовки. Заготовки. Что саму периодичность нужно по соотношению весов, мыследействия, мыследкоммуникации, мышления. Ну устанавливать. Ну чего-то такого. Но пока, ну вот у нас даже такой идеи еще нет. Ну в смысле, что это? Вот это розыгрыш. Сначала я написала колонбарик. Я решила, что это такая схемная лихорадка, но без определения основного вещества. В смысле, что из золота. Знаете? Я уже выиграл там, что-то. Ну я и говорю, все нарыл, 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 а злато это или это самое, это уже не зла пошло. Это уже фальс пошел. Пока неизвестно. Точка вот эта. Да. Ну все, давайте на этом завершать. Поставленная масса. А последнее слово? Последнее. Хорошо. Завершающее, скажем так. Последнее, это очень грустно. Заключительно. Я тебе отреагировал на первое замечание. То, что драматический разрыв... Тех, по-пакет. Нет. Он же не остаётся, как драматический разрыв. То есть он может преодолеваться столетиями. И, в принципе, когда есть этот разрыв, то, что невозможно выразить знаками, идут попытки выразить его текстом столетий. И ничего, как бы, мир живёт. Потом появляется знак. В этом терапевтике некуда. Хотя я с тобой согласен. Если каждый раз бы, в том месте, где есть разрыв, сразу бы появлялся знак, то это время, вот эти столетия, они бы сжимались за счёт знака. Это как раз на знак. Нет там знака. Это может спорить. Чего? Что там? Что в разрыве понимания нет знака. Но здесь нет. Это личная сенсуализация представления, которое потом может быть, входя в знание, становится знаком. Но это смотря на каком этапе, когда оно ложится между... Ну, в коммуникацию, оно сложится без знака. А представление-то оно, ну, может браться откуда угодно. Сенсуализация, она не в коммуникации. Она в коммуникации вот с миром. Так ведь? Или нет? А когда она выявляется... Сейчас у нас учителяет коммуникации с двумя, когда там двое, то оно ложится всё равно, вот эту коммуникацию между двумя, в виде знака. Мы это продолжим, а сейчас обсуждается. Мы не знаем, что мы поделиться. Хорошо, коллеги, всё заканчиваем. Подожди, я ещё хотел по поводу второго. Хорошо, давай. А по поводу того, что здесь времени может не быть, я с тобой полностью согласен. Здесь есть некоторые вещи, которые из будущего. То есть они сейчас здесь представлены как единичные экземпляры, а они на самом деле массово распространены в будущем. Поэтому время, конечно, здесь не имеет смысла никакого. Я некоторые вещи не воспринимаю. Вот там у тебя наклеено, что работа Дарвина появилась после этого самого железнодорожника. А я думаю, как такое вообще может быть? Очевидно, что Дарвин такую схему должен был нарисовать до него. Потому что у него одна более детальна. Это может быть ошибка выклить. Нет, ну я так. Неизвестно, всё зависит от того, как у этих действий. Это схема увлечена. Какой тип моследельства, это схема увлечена. Можно поделиться? Я тут полезна в интернет с Кантом. У нас есть такая энциклопедия, которая автоматически переводена с английского. Там совершенно замечательно.